Так, давайте дальше, я попытаюсь, о боже, у меня еще столько, кстати, продуктов для бровей, карандашей всяких, ладно, давайте попробуем разобрать вот эти вот карандаши, карандашами я хочу сказать вам, достаточно редко пользуюсь, о, неплохой вот такой еще тут консилер от L'Oreal Lummi Мажик, мне очень нравится, он вот именно на каждый день очень натуральный, красивый такой результат, дает незаметное на глазах. Так, вот это вот такая виниловая база под тени или на тени, я, честно говоря, так и не поняла, даже он, колпачок потерялся, от него тоже, а вот, может это он, да. От вот этой штуки мы избавляемся. Так, для бровей давайте, наверное, тоже пока буду все сюда складывать, карандашик Eye Care, я вам показывала, обожаю. Ммм, кремовые тени от NYX, красивый такой оттенок, но я ими так редко пользуюсь, вчера на природу, ну, хотя мне нравится на природу ими пользоваться, если вот хочется чуть-чуть буквально, ммм, ладно, пока здесь лежит, еще одна база сюда. Так, это карандаш для бровей, пудра, все тут в одном и тушь от NYX в оттенке Toll, оставляю. То же самое в оттенке Brunette, ну, тоже мне подключу, я им не пользуюсь, оставляем. Карандаши тоже сложу вот в такую вот пасочку здесь, я переживаю, что я палетки никуда не поставлю, но палетки у меня, наверное, станут вот сюда вот самостоятельно, я так думаю. Так, давайте переберем пока карандаши, карандашами для глаз, я пользуюсь, честно говоря, крайне редко. Mark Jack оставляю, Calistar коричневый оставляю, Infileable от L'Oreal, боже, как они мне нравятся, оставляю. Вот, фиолетовым точно пользоваться не буду. Убираю, коричневый оставляю, мне нравится даже не все века наносить, карандаш для бровей от L'Oreal, я вам показывала, очень его люблю. Далее вот сюда, карандаш коричневый, еще один вариант оставляю. Лайнер для бровей Catrice ужас, убираем, это хороший от Leo L'Oreal карандаш для глаз, но красивый зеленый такой цвет, изумрудный. Но пользоваться не буду, поэтому тоже убираю. Marcel синий карандаш убираю не актуально, серый карандаш от L'Oreal тоже классный, но буду ли я им пользоваться? Ну вот ладно, вот карандаши прям вот эти вот Infileable я просто дико обожаю, они очень-очень крутые. У них текстура настолько масляная, поэтому так жалко с ним расставаться, оставляю. Так, карандаш для бровей, это тот, с которым я не угадала, по-моему, в третьем номере. Его кому-нибудь отдам, потому что для меня он рыжеват. По-моему, это он, но да. От Etude House отдаем. Так, NYX Taupe, Taupe, Taupe для бровей, карандаш оставляю. Хотя не могу сказать, что он прям совсем Taupe. А вот оттенок, который называется Soft Brown, вот его, наверное, буду отдавать. Он для меня конкретно так теплит. Я уже не придумала, на каком месте продавал, он совсем коричневый. Так, белый цвет карандаша от Max Factor не нужен. Синий, яркий, боже, такой красивый, такой кислотно-синий цвет. Но, опять-таки, он мне не нужен. Хотя я планировала делать макияж с такими, типа, яркими акцентами. NYX пудрой для бровей. Я, честно говоря, их не полюбила, мне не очень нравится. Хотя оттенок здесь Ash Brown, то мой любимый. Ладно, его оставлю из-за цвета. Может, понадобится когда-то карандаш для бровей от польского бренда Heaven. Неплохой карандаш. Ну, как твердовать немножко, оттенок хороший, но отдаю, потому что и так карандашей много. От Maybelline Micro Brow Pencil. Так, ой-ой, сломался. Видите, мягкий, ломается сильно. Оттенок хороший, мне подходит. Оставляю. И черный карандашик Infallible тоже оставляю. Так, фух, тушь для ресниц Maybelline. Colossal Big Shot тоже оставляю. Но это как-то продукты для бровей будут все-таки потом, мне кажется, отобрать отдельно. Или что-то с этим придумать. Ладно, давайте сейчас помады немножко поперебираем. Помад достаточно много. Тушь для герлен с ароматом именно черного платья. С необычной вот такой вот щеточкой. Дает тоже достаточно такой натуральный результат на глазках. Но мне оно нравится. Оставляю. Очень удобная форма. От Reflame Giordani Gold Iconic All-in-One. Не помню, что он мне нравился. Но, честно, я вообще не помню, когда я последний раз пользовалась. Поэтому тоже отдаю. Белый карандаш база не нужна мне уже. Отдаю. Тут так, еще один, еще один иллюминатор, кстати, его пишут. Он не пишет как консилер. Но он как раз вот именно антисерн, они называются. Не консилер, а антисерн, который подсвечивает область под глазами. Они маскируют ее. Поэтому его тоже оставляю. Стараюсь говорить максимально быстро. Но когда много косметики, все равно не получается. Так, тени для бровей от Golden Rose. Очень красивый цвет, однозначно оставляю. Давайте быстренько сейчас, перед тем, как разбирать помады, разберем палетки. Как вы видите, их здесь не очень много. Я часто их перебираю, освобождаю от ненужных. Вот это вот единственная палетка, от которой я вроде бы избавилась бы. Но здесь красивая румяна. И использую ее исключительно ради румян. Потому что Мэрилу у меня есть в других. В другой палетке. Вот эти вот тени мне, они, ну как-то цвета вообще мимо меня. Но здесь очень красивый бронзер, багама, мама. И вот эти вот, ну в принципе все эти румяна мне очень нравятся. И продукты, которым забываю я все время, они не забывают злата. Это здесь АИ помада и румяна кремовая, как бы два в одном. Тоже красивые цвета. Поэтому что, эту палетку пока оставляем. Но если я ее рассматривала как тревел-вариант, чтобы взять одну палетку с собой и ничего не брать, то однозначно нет. Потому что для макияжа глаз этих оттенков нет достаточно совершенно. То есть у вас 4 оттенка. Даже если вы будете использовать вот эти вот тоже как для именно теней, то в складку века разве что вот это. Ну в общем нет. Однозначно нет. Палетка, которую я использую не очень часто, но когда я наношу эти тени на свои глаза именно в видео, всегда получаю большое количество от вас вопросов и комплиментов. Очень красивые здесь цвета. Палетка от NYX называется Love You So Much. Очень красивые цвета. Необычная текстура. Я думала она будет плохо наноситься кистями, только рукой исключительно, но нет. Практически все оттенки кистью тоже очень хорошо наносятся, поэтому оставляю. Очень красивые тени от NABLA. Я вам тоже их недавно показывала. Где-то у меня второй еще оттеночек этих теней. А вот он. Тоже очень красивый. NABLA оставляю. Единственное, их надо как-то где-то сложить, чтобы им придумать какую-то палетку, может быть. Потому что так, конечно, пользоваться ими не совсем удобно. Моя обожаемая Анастасия Беверли Хиллс. Без лишних слов. Конечно же, она всегда со мной. Хотя, смотрите, как я часто пользуюсь. Мне кажется, вообще особо даже незаметно по этой палетке, что она у меня самая юзабельная, что ли. Обожаю. Еще одна из моих тоже таких самых любимых палеток – это LORAC. Здесь уже, конечно, по ней видно. Если его действительно советовать первую палетку какую-то, то однозначно LORAC. И самые универсальные, такие красивые цвета. Палетка от Urban Decay Naked, которую я все грожусь, что надо продать, надо продать. Не очень часто ее использую. Но при этом всем, как суть до дела, я опять включаю Плюшкина. Потому что периодически все-таки использую отсюда какие-нибудь оттенки. Пускай не очень часто, но они здесь, я бы их назвала уникальными. Такие оттенки не повторяются в моих других палетках. Возможно, вот эти вот могут быть в Анастасии. Но все равно палетка достаточно для меня уникальна. И я думаю, что она мне может зайти отлично на лето. Такие вот теплые, приятные цвета. Далее у меня еще две палеточки от NYX. Очень красивые вот такие вот тени. Опять-таки на видео просто шик, блеск, красота. Но, как видите, некоторыми оттенками вот этими вот, допустим, я их только посвочила. Потому что, ну, не мои, скажем, цвета. Но, допустим, вот эти вот зелено-болотные, они шикарные. Но отдам тому, кому больше надо. А себе оставлю вот такую вот палеточку. Очень часто тоже беру отсюда оттеночки красивые. Они очень такие переливающиеся, блестящие. Всегда обращают на себя внимание всех людей. Красивая палетка такая, как акцентов. Не самостоятельный макияж, но как акцентов супер. Одна из моих таких любимых палеток, когда нужно сделать какой-то быстрый мейк. И ты не знаешь, что же тебе сделать. То я беру вот этот вот от Art Deco совместно с Клавди Шифер. Мне очень, все никак не приклею эту штуку. Мне очень сильно нравится здесь вот эти вот два оттенка. Вот этот на все подвижное веко. И макияж получается достаточно нейтральным, но при этом всем и универсальным, и не сильным, и не навязчивым. Красивые. Вот этот оттенок мне очень нравится. Он сам по себе какой-то, ну, золото, ну, не знаю, не знаю, золото на глазах. И вот этот зелено-коричнево-болотный такой тоже симпатичный. Наверное, все-таки, да, коричнево в нем больше. Но вот им пользуюсь реже. А вот эти вот прям два очень люблю. Далее палетка или вредка, не знаю, что с ней делать. Знаете, тут как раз из разряда, что я выкину, жалко я пользоваться, почти не пользуюсь. Вот очень красивый вот этот вот оттеночек. Make Up For Ever. Вот этот оттенок, ну, он практически незаметен на глазках. Все-таки тот мне больше нравится. И вот этот вот прессованный, не глиттер, даже, наверное, прессованная следа. Очень плохо набирается руками, очень плохо набирается кистью, очень плохо набирается всем. Всем, чем только можно, он набирается очень плохо. Поэтому, ну, мэ, мэ, одно это вытащить, оставить. Да, наверное, так и поступлю. Я сейчас оставлю себе этот оттенок, вот эти два оттенка достану и переложу сюда тени Nabla. Да, давайте я сразу так и сделаю. Так, все Nabla сюда не поместились. Поместился один оттенок, который я все-таки сейчас чаще использую. Это вот этот от Сэнда, вот эти вот тени от Мак сюда положила. Вот таким вот образом у меня это сейчас будет выглядеть сборная солянка. И второй оттенок от Nabla я положила вот в эту вот палеточку. Красивый такой, конечно, оттенок Хамелеон. И тени эти тоже теперь могу сюда положить. Так, с вот этими вот оттеночками где-то у меня были упаковки. Сейчас я могу сложить в упаковку. Вот этот оттеночек прессованное золото, называется D410. Так, фокус. И вот этот М650 такой. Так, одна из моих самых тоже любимых палеток Naked Basics. Тоже уже почти стертая до дыр, но я ей не пользуюсь, не практически, я уже вообще не пользуюсь ей. Все лет не пользовалась. Так, отдам либо маме, либо еще кому-нибудь тоже отдаю. Так, что у нас здесь еще осталось? Разломались тени от NYX, поэтому, наверное, с ними я не знаю, сейчас посмотрю, смогу что-то сделать или нет. Клей до, пойдем сюда. Мусор, мусор, мусор. Мусор, это заколка. Да, и еще один какой-то клей сюда. И двое теней от NYX. Одни вот такие вот теплый коричневый цвет, но опять-таки мне нравится все равно, как он выглядит на глазах. Именно для легкого, такого быстрого макияжа, наверное, опять все не в фокусе. Господи, да простите вы меня, пожалуйста. Надеюсь, кто-нибудь здесь еще остался. Потому что я ума не привожу, что делать с этой камерой. И у меня здесь чуть-чуть осталось, кстати, да, они выветриваются со временем, практически им не пользуюсь. Это Tom Ford Black Rocket. Очень такой жесткий аромат. Так, еще положу сюда Mary Duminizer. Положу ее к хайлайтерам вот сюда вот. Ну, а эти тени тогда положу жидким, жидким вот сюда. Так, ну слушайте, выходим почти на финишную прямую. Вот эти вот тени сейчас переложу вот сюда к карандашам. И сюда же положу к карандашам Duraline. Давно его купила, опять-таки непонятно зачем, но как он тогда стал модный. Что-то у меня Duraline, думаю, нету, как я живу без него. Тени, туши для бровей. Хорошая туша в свою цену от L'Oreal. У меня тут уже почти ничего не осталось. Тут уже выбрасываем. Так, ну и давайте переходить к разбору. Ну что ж, практически полностью заполнив две флешки, мы начинаем выходить на финишную прямую. Сейчас мы перейдем уже к помадам. Помад у меня достаточно много, но все самые часто используемые мои помады, они у меня по сумкам рассованы. Поэтому сейчас постараюсь не жлобиться и перебрать действительно помады, потому что я их использую совсем не все. И вот эту вот мою чистилку для кистей, я вам ее тоже сто раз показывала. Очень классная вещь. Когда надо быстро почистить кисти. Даже ее далеко прятать не буду. И хочу сказать, вот я вам показывала маркер для бровей, который имеет тату такой эффект. И вот видите, у меня мыло, мыло я так и не смогла отмыть. Помады, помады пошли по помадам от NYX. Вот эта помада, несмотря на то, что выглядит вот такой вот достаточно рыжей, она, видите, какая на руке серая. Очень красиво, очень сильно ее люблю. Этот оттенок называется Corset, ее номер 05. Вот здесь вот она имеет блеск. Кто еще не знал, то вот здесь вот в помадах NYX находятся тоже продукты. Ее однозначно оставляю. Вот эти вот почти все продукты L'Oreal, вот эти оставлю, они на лето будут очень крутые. Я уже сейчас с ними с огромным удовольствием пользуюсь. Это у меня оттенок 112, один из самых любимых. Красивые вот эти вот лип-пейнты от L'Oreal, но я хочу сказать честно, я почему-то очень-очень редко пользуюсь, несмотря на то, что классные оттенки и продукты неплохие. Поэтому ладно, вот этот лип-пейнт я, наверное, ладно, этот все-таки оставлю в 102 номер, очень красивый цвет, может пригодится. Если будут какие-то другие попадаться, то от них буду избавляться. Однозначно оставляю Lime Crime, две помадки от Lime Crime. Опять-таки для меня это более летний продукт, поэтому мы долго у меня лежали, не использовались. Но уверена, что летом пользоваться буду. Обязательные мои такие как Must Have, не то чтобы Must Have, но очень люблю я эти продукты от Art Deco. Это просто, скажем так, увлажняющие больше блески. Вот этот вот идет Hot Chili Lip Booster, а это Collagen Lip Booster. То есть они оба направлены именно на то, чтобы придать губам объем. Честно, я уже 25 раз говорила, я не верю во всю эту придающую объем историю. Но все равно очень хорошо ухаживает за губами, и губки потом будут и ухоженными. Здесь с перцем, поэтому покалывает губы просто нереально, сильно жестко, прям при жестко. А вот этот вот второй, он с коллагеном, он уже без покалывающего эффекта, поэтому на губах значительно приятней, без всяких таких каких-то, скажем так, потусторонних ощущений. Ну знаете, мне как кажется, вот есть такое хорошее слово, но может не очень это хорошее, глумится. И вот мне кажется, что вот камера надо мной просто в прямом смысле глумится. Она не хочет, чтобы я вам показывала эти помады, вот блески наконец-то. Вот так вот они выглядят. На губах практически те-те незаметны. Единственное, что в перце здесь есть такие поодинокие блестки, но я не могу сказать, что как-то на губах они получаются сильно выраженными. Один из моих любимых таких оттенков, вот я их оставила, здесь два у меня. Это Powder Puff, это от NYX, вот эти вот продукты, которые с спонжиком, в общем, наносят тебе на губы, и ей такое ощущается, как будто это пудра. Не могу сказать, что очень стойкая, но на губах очень приятная, красивая. Результаты от Димы не двигают штативы. Очень красивый цвет, смешбокс, по-моему, какой-то там Яплока, да, Бэт Эппл. Очень прям красивый, но опять-таки с ним сложно, к нему надо обязательно филер в карандаш, иначе расползается по губам. Но оттенок просто вау, и когда он у меня на губах, где-то на фотографиях или видео, вы всегда спрашиваете, что это за такой просто космический красный. Это в большинстве своем, чаще всего, смешбокс, очень красивый оттенок. Так, дальше, Нуба Милибач, я уже, честно говоря, не помню, когда я тоже последний раз пользовалась. Это 46-й номер, очень красивый цвет, запекшийся кровью, но она, хочу сказать, мне как-то так подсушивать губы начала. Ладно, на лето отставлю. Зубы очень белые всегда кажутся с ней. Пускай будет. Вот с этими будет, наверное, сложнее всего. Ну, не то, что не сложнее всего, я их почти все оставлю, потому что они очень крутые. 50-й, 20-й оттенок. Superstay Matte Ink, это я их обожаю. Maybelline. Какого я, наверное, откажусь? Это от вот такого Superstay. Цвет очень красивый, но когда я буду использовать его, когда? Ну, разве что летом туда. Ну, вот этот вот яркий я оставлю, 25-й, а вот этот фиолетовый сбавлюсь. Оставляю вот такой вот оттенок от NYX, тоже очень люблю эту помаду. Номер называется Flagrance. Очень красивый. Вот этот коричневый, наверное. А, нет, этот коричневый мне тоже нравится, этот коричневый тоже оставляю. И он у меня в номере Confirm, в оттенке Confirm номер 04. Однозначно Instant Light остается. Вот этот продукт начал портиться он уже здесь, к сожалению. Фух! Несмотря на то, что очень красивый цвет, то губка так завонялась, что ее уже мы выбрасываем. Далее еще точно такой же продукт, но уже в красном цвете. Кстати, он не по времени у меня что-то, что-то, но вот этот вот красный, он не провонялся. И цвет красивый, и удобный в нанесении, несколько другой все-таки. Поэтому оставляю. 471-я помада от L'Oreal. Оставляю. Я не так давно перебирала помаду, у меня их прям очень много было. Поэтому мне сейчас кажется, что чисто тут уже избавляться не от кого. И не от чего, 633-я однозначно, одна из моих самых таких любимых. По ней видно. Вот такой вот цвет красивый. Да, Димка, приглашение в спортзал. Так, дальше помада от Maybelline. 978-й номер, красивый номер, но и цвет красивый. Но я ей не пользуюсь. Просто почему-то рука не тянется, поэтому убираем. Зои сейчас, наверное, тоже переполовиним. Зоя Эдди, этот оттенок оставляю. Очень красивый нюд. Не часто пользуюсь, но люблю. Оттенок Violet я оставила уже L'Oreal, поэтому Violet отдаю. Да, Зайка, наши карточки отдаю. Это тоже база такая под макияж. Ее кладу сюда. Made Me Sleek. Очень красивый цвет. Но, 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 но. У меня сейчас где-то был какой-то такой аналог. Ладно, оставлю. Я очень люблю такие цвета пыльной розы. А вот этот вот NYX мне, по-моему, не подошел. Да, она сильно такая рыжая для меня. От нее избавляемся. Очень красивый оттенок 25-й помады от Maybelline. Она такая черная, бордовая. Переливается красивым таким металлом, но не пользуюсь. Поэтому избавляемся. Так, в этом уже не все помещается. Моя любимая 0,2. Я, наверное, с ней никогда не попрощаюсь. Ее тут уже так мало осталось. Но ее я оставлю. Она мне прям дорога, как память. От NYX красивый матовый оттенок. Жидкая помада. Металлическая вот такая. Ну, да, тоже оставлю. Не, мало. Так, еще одна от Maybelline. Мама, это деньги? Да, это деньги. С красивым таким отливом зеленой мухи. Но тоже ее буду отдавать. Это деньги-то. Это уже старый мастерайзер. Мама, давай быстрее. Убираю карандаши. Оставляю. 654-я красивая помада от L'Oreal. Поэтому оставляю, где я тут посвочить. Красивый темно-коричневый цвет. Не очень часто, уверенно, буду пользоваться. Но все равно оставляю. Так, карандаш от Marc Jacobs остается. Я его люблю. Седьмая Nuba Mili Batch. Одна из моих, наверное, из не первых. Да, одна из первых моих красных матовых помад. Тоже оставлю. Так, с помадами Витера, кто у меня сложнее. От NYX еще одна кремовая такая помада. Матовая металлическая. Избавляюсь. Не буду ей пользоваться уже. Вот такая вот от Kate Van Dy коричневая помада. Вот ее я оставлю. Мне очень нравится текстура Kate Van Dy помад. Я их люблю, поэтому оставляю. Манюханький NYX. Наверное, это оттенок Natural. Да. Один из моих самых-самых любимых. Ну, прям вообще. Ну, ладно, чуть-чуть осталось. Пускай еще добью его. Так, база под тени. Еще один для бровей гель тоже убираем, потому что их уже хватает. Помада от ZOE. Красивый цвет, но опять-таки уже хватит помад пока с меня. На лето классный оттенок стила. Яркий, жизнерадостный. Оставляю. И к нему уже карандаш. Дальше Sugar. Мне не очень понравился бальзам, но добью уже, скажем так. Но я однозначно покупать не буду. NYX Soft Matte Lip Cream в оттенке Istanbul. Не совсем не подходит. Мне он больше нравится на блондинках. Но на себе все равно иногда ношу. Он очень такой красивый, благородный. И помада от Make Up For Ever. Она тоже очень классная. Оставляю. Так, сейчас вот здесь вот, близненько, все это разберу и вернусь. Тут у меня еще выпал карандашик для губ от Kaylin. Супер крутой. Прям вообще восторг. И тушь от Tom Ford тоже кладу сюда. Сейчас я спонжи и... А, вот еще карандашик от Urban Decay. Пускай тоже еще тут остается. Спонжи сейчас положу вниз, потому что за счет больших упаковок они у меня стояли там сзади. Теперь они там не помещаются. И, наверное, вот сейчас все это уберу. И потом рассмотрим, что у меня здесь осталось. Потому что здесь косметики уже не так много. Ну что ж, не зря вот говорят, что не надо бояться прощаться с кеми-то вещами. Не успела я часть освободить. Как только что привез курьер вот новиночки. Помаду, кстати, здесь у меня черная помада от Givenchy. Но она на губах выглядит абсолютно не черной. Она и здесь станет совсем черная такая, скажем, скорее цвета мокрого асфальта. Вот, ну это я уже в дальнейших вам своих видео покажу. Очень интересный продукт. Вот этот вот я его нанесла. Сначала показался абсолютно прозрачный блеск. Это новинка от Guerlain. Но когда я его потом убрала, на руке, вот, как вы сейчас можете увидеть, остался тинт такой. То есть губки будут потом со временем становиться розовые. И очень крутой продукт от Givenchy. Это винил. Они пишут Gloss Vinyl. То есть такая помада, блеск с таким лаковым эффектом на губах. Очень красивый нюдовый цвет с мельчайшим таким серебряным шиммером. Здесь очень интересный аппликатор в форме буковки G. Вот оно как с Givenchy. Так, сейчас я буду протереть, чтобы было видно. В общем, вот здесь вот буковка G находится. И на самом деле очень удобно им рисовать. Прикольно. И также пришла новая мне помадка от Guerlain. Со съемными чехлами, которые чехол у меня точно такой же уже есть. Поэтому я оставила, возможно, с кем-то поменяюсь. Очень красивый такой цвет. Розовый. Прям вообще восторг. Кстати, да, видео опять-таки бездонное. Новый парфюм и вот такой вот какой-то лосьон с охлаждающим эффектом. Я нанесла на руку попробовать. Запах мятый. От Skin Iceland. Так, по-моему, правильно называется он. Island. Не Skin же Island. Очень его многие, кстати, хвалят. Буду с ним знакомиться. Так, что ж, давайте я вам покажу, что у меня получилось из организации. Наверное, сниму сейчас камеру. Давайте быстренько пробежимся из того, что у меня вот здесь вот осталось. Здесь у меня стоят мои метеориты, пудры, которыми я пользуюсь. Пудра от Berkey, которая дает легкий сатиновый эффект. И пудра от Givenchy, которая дает чуть больше сияния. Сирацинк тоже здесь стоит. Сейчас его тестирую. Вот этот вот спрей немножко меня подразочаровал. Его здесь осталось где-то вот так вот еще. И он уже перестал, перестал пшикаться. Нету там этого напора, давления. И мне очень жаль, что столько много продукта пропадает. Мои любимые ножки для блендеров. Это классная серия по уходу за кожей. Именно тело. Это для крем для рук и крем для ног от Ardeco. Подводка от Guerlain. Вот здесь стоят здесь мои такие тарелочки с всякими мелочами. Очень мне, кстати, нравится вот такое вот масло для ногтей. Я вам сейчас, сорян за мой маникюр сегодня давно уже не делала его. Завтра как раз записано. И вот здесь стоят уже у меня кисти, свеча для аромата, скажем так, в доме. Ну вот, собственно, и все. Вот так вот мы и организовали эту косметику. Сейчас я вам покажу, сколько у нас получилось лишнего. Вот такую вот, скажем так, немаленькую, как мне кажется, коробку я отобрала. Косметики, которую я тут что-то надо выбросить, что-то раздать. Хочу сказать, я была уверена, что ее будет в разы меньше. Но оказалось так. Зато я довольна, что сейчас осталось здесь все самое-самое любимое. Самое необходимое. То, что еще буду тестировать, у меня там еще на заднем фоне, честно говоря, еще есть пару коробочек, которые нужно будет с новинками разобрать потом. Но пока вот здесь вот все-все самое-самое. Так что что же, огромное спасибо вам всем за внимание. Я очень надеюсь, что вам было интересно послушать про такое огромное количество косметики, что вы там не уснули и хоть кто-то досмотрел до конца. Я очень надеюсь, в общем, что вам понравилось. Ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока.